Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Часть поврежденного глубоководного выпуска в Адлере будет восстановлена. Монтаж нового участка трубы планируется произвести в мае. Без предупреждения и по всей строгости рынки и торговые центры проверяют на антитеррористическую безопасность. Не нашел нужную из 5,5 тысяч вакансий – получи новую специальность. Сочи присоединился к краевой акции «Планета ресурсов». Сочи начал готовиться ко Дню Победы. Главное внимание – к ветеранам. В Адлере, например, появится дерево с именем Мухаммеда Ахмедова. Инвестиционный потенциал Кубани презентуют в Крыму. Сегодня в Ялте стартовал третий международный экономический форум. Делегацию Краснодарского края возглавляет Вениамин Кондратьев. Руководитель региона проведет ряд встреч и переговоров. Основные мероприятия запланированы на второй день форума. Ожидается, что губернатор Кубани и глава Республики Крым подпишут соглашение о сотрудничестве в сферах торговли, туризма, науки и культуры. У Крыма и Краснодарского края сегодня, наверное, общие проблемы и общие задачи – это развитие курортно-снотворного комплекса. И сегодня, я надеюсь, что и завтра мы сможем определенные проблемы обсудить и, может быть, найти их решение. Для того, чтобы туристы, отдыхающие со всей нашей страны, а может быть, и за рубежа, которые уже были в прошлом году на побережье и Краснодарского края, и Крыма, сюда вернулись. И, конечно же, мы ожидаем увеличения турпотока, потому что качество услуг, которые сегодня оказывает и сотрудник-курортный комплекс Краснодарского края и Крыма, растет год этот год. Также Вениамин Кондратьев примет участие в пленарном заседании. Форум будет идти три дня. Планируется, что за это время его посетят более полутора тысяч человек из 40 стран. А освещать работу экономического саммита будут не менее 250 журналистов. Свыше 5 миллионов рублей такой ущерб нанесли экономики браконьеры Азовского и Черного морей за три с половиной месяца. За это время пограничники края изъяли из Азова-Черноморского рыбохозяйственного бассейна почти 23 километра сетей и более 23 тысяч крючьев. Все рыбаки, задержанные за нарушение природоохранного законодательства, а их с начала года выявлено почти 250 человек, привлечены к административной ответственности. Нарушители не только заплатили штрафы за причиненный вред биоресурсам двух морей, но и лишились дорогостоящих орудий промысла. Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает, что с 1 марта по 31 мая действует запрет на любительское и спортивное рыболовство в Азовских лиманах. В настоящее время пограничное управление инициировало вопрос об увеличении взыскания за ущерб биоресурсам. Часть поврежденного глубоководного выпуска в Адлерском районе Сочи будет восстановлена. Монтаж нового куска трубы планируется произвести в мае. Но и сейчас, несмотря на отсутствие хвостовой части коллектора, санитарные нормы не нарушены. И экологии моря ничего не угрожает. О том, как идет очистка сточных вод и что будет с той частью глубоководного выпуска, которую выбросила в море в начале декабря, расскажет Татьяна Говоркова. С левой емкость с водой после первой стадии обработки механической, справа уже та жидкость, которая выходит в глубоководный выпуск. Разница очевидна. На Адлерских очистных сооружениях стоки проходят несколько этапов дезинфекции, начиная с фильтрующих решеток, где задерживается крупный мусор, до биологической очистки с использованием ультрафиолетовых ламп. Жестким мусорфиолетом убивают большую часть патогенки и разных вредных микроорганизмов. После этого вода, уже очищенная и обеззараженная, поступает по трубопроводам глубоководный выпуск моря. По прозрачности и по глубине очистки эта вода чище, чем взымта речная. Степень очистки сточных вод определяется автоматическими анализаторами, а также сотрудниками лаборатории. Исследования взятых проб на адлерских очистных сооружениях они проводят ежедневно. Анализ же морской воды, где выходит глубоководный выпуск, проводится каждый сезон. Специалисты утверждают, все соответствует нормам. Даже тот факт, что в начале декабря прошлого года в результате сильного шторма выбросила часть коллектора, на экологии никак не отразился. С того момента глубоководный выпуск остался в рабочем состоянии, от него осталось 2200 с небольшим метров. Если брать Санпин, для сегодняшней производительности наших очистных, она менее 50 тысяч метров кубических в сутки. Можно на глубоководный выпуск длиной не менее одного километра. У нас он сегодня 2200 метров. Проблема, которая существует, это то, что воду необходимо сбрасывать через специальные рассеиватели. И в нашем случае они были установлены в хвосте, там, участок 200 метров, их 18 штук. Сегодня, к сожалению, их нет. Ограничена сейчас и производительность очистных. Для того, чтобы решить эти проблемы, необходимо восстановить глубоководный выпуск. Работа над этим уже идет. Кусок трубы длиной больше 200 метров сейчас находится в устье реки Мзымта. Это лишь третья часть глубоководного выпуска. Основной причиной порыва хвостовой части коллектора специалисты считают дефект сварочного шва. Ошибка была допущена норвежской компанией на стадии монтажа. Повторно, этот кусок трубы использовать невозможно. Он получил сильные повреждения. Поэтому для восстановления коллектора заказали новую трубу длиной 250 метров. А этот кусок является вещдоком. Ведь по факту прорыва глубоководного выпуска возбуждено уголовное дело. Эту трубу берут в течение трех дней сразу после разрешения на это следственными органами, когда станут известны фигуранты по этому делу. А вот морские работы по расчистке дна и подготовке к прокладке новой части коллектора стартуют в начале мая. Монтаж новой части трубы планируется произвести в 20-х числах. Сейчас идут переговоры с компаниями-подрядчиками. Полностью восстановить глубоководный выпуск получится в июне. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Рынки и торговые центры проверяют на антитеррористическую безопасность. Специально созданная комиссия приходит с визитом на массовые точки продаж. Ревизоры уделяют внимание пожарной безопасности, а также схеме охраны на объектах. На что нужно обращать внимание при походе за покупками, узнаем из нашего следующего сюжета. К визиту проверяющих в торговом центре стройкоммунар заранее никто не был готов. Без предупреждений комиссия заходит с рядом вопросов, и первый возникает уже на входе. Охранники пропускают транспорт на территорию рынка без какого-либо досмотра. И это нарушение, говорят члены комиссии. Никто не знает, какой груз везут эти машины и насколько он безопасен. Но при личной беседе водители пытаются доказать обратное. Объект на безопасность проверяют сотрудники администрации города, полицейские и спасатели. У каждого свои требования. Представители МЧС, к примеру, проверяют наличие огнетушителей, состояние электропроводки, исправность пожарных кранов. Нарушения незначительные, но все же есть. Руководство торгового центра все претензии принимает во внимание и уверяет, что очень быстро все исправят. Хотя соблюдать правила безопасности на территории торгового центра, говорят, старались и раньше. У самого в кабинете стоит дублер мониторов с 16 камер. Она смотрит меня. А так последневно сами смотрим и оповещаем всех реализаторов, чтобы смотрели за сумками, за посторонними людьми. Требования к торговым площадкам города все одинаковы и утвердили их на заседании антитеррористической комиссии. Безопасность покупателей должны обеспечить руководители рынков и торговых центров. А уже качество работы проконтролирует комиссия. Каждый собственник объекта должен обеспечивать мероприятия по антитеррористической защищенности. В том числе и по осмотровым мероприятиям, входящих на объект граждан, въезжающих машин, ввозимых грузов, дабы обезопасить наших гостей и жителей города-курорта. Подобными проверками в Сочи никого не удивишь. Ревизоры регулярно посещают объекты размещения, торговли, развлечений. Что касается торговых центров, то в списке комиссий их 250 по всему Большому Сочи. И на каждом пройдет проверка без предупреждений. В свою очередь покупатели тоже должны быть предельно внимательны. И если на глаза попадется подозрительный объект, обязательно сообщить информацию службам безопасности, либо по телефонам оперативных служб. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. 21 апреля в Сочи ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра до 17 метров в секунду. На реках ожидаются подъемы уровней воды. Все городские службы переведены на усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют принять все меры предосторожности, а в случае происшествий нужно звонить с мобильных телефонов по номеру 010. К другим новостям. Развернулся и оказался в больнице. Так произошло накануне в Адлере на улице Авиационной. По предварительным данным водитель Ситроэн Ц1, выполняя разворот, не уступил дорогу и столкнулся с Ладой, которая двигалась в попутном направлении. В результате пострадал водитель Ситроэна. Он был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. В Сочи ремонтируют дороги. Сегодня активные работы ведутся на улице Пластунская. А уже завтра ровный участок от Ориды до Краснодарского кольца оценят и проверят на прочность сами автовладельцы. Как известно, на ремонт сочинских дорог выделены как краевые средства, так и городские. Муниципалитет взял на себя обязательства по выполнению ямочных ремонт и выделил на эти цели 36 миллионов рублей. За счет этих средств планируют залатать колдобины и ухабы на 96 городских улицах. 56 из них уже обновлены. Сегодня на очереди Пластунская. Данный участок дороги не производился. Ремонт последний, наверное, на моей памяти лет 6-7. Это точно. Поэтому и было принято решение главой города привести ее полностью в нормативное состояние. Это ямочный ремонт, но мы стараемся делать ямочный ремонт не ямками, которые мы привыкли видеть, а полностью перекрывать. Большими картами, большими участками, чтобы не было у нас здесь какая-то лепуха там, какая-то там, чтобы было целиком новое покрытие. Ремонтируют дороги в городе и по наказам депутатов. Таких в списке 15. 9 уже заасфальтированы. За счет краевых средств, а это 580 миллионов рублей, новую жизнь получат 46 улиц. По поручению главы Сочи там работы завершатся до 15 июня, то есть до основного заезда туристов. Кстати, в этот список также попадает улица Пластунская. Это значит, что чуть позже здесь асфальтовое покрытие заменят полностью. Конечно, это приятно. Наконец-то будет хорошая дорога. Очень-очень сложно было, но сейчас будет лучше, надеемся. Леселидзе, Олимпийская, Макаренко, Вологодская, Краснопролетарская. Ремонт дорог ведется по всему Большому Сочи. Полный перечень улиц, включенных в программу ремонта в этом году, размещен на сайте администрации города. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи будет больше ярких огней. На пешеходном мосту в районе парка Ривьера идет замена ограждения. Вместо устаревших металлических конструкций установят более современные. Особое внимание при разработке проекта уделили кабельным линиям, что расположены по периметру моста. Сегодня их состояние заставляет сочинцев задуматься о техническом состоянии и конструкции в целом. Но в городской администрации заверили – проведено тщательное обследование объекта. Мост в отличном состоянии. До 1 июня строители уложат кабель в специальный короб. Совсем скоро займутся и световым оформлением места. Пешеходно-ревьерский мост украсит уже в знакомой горожанам концепции. Я видел в интернете многие хорошие отзывы на то, как мы оформили два моста. Мост на Московской автомобильный и пешеходный мост на улице Переход Чайковского и Конституции. Следующее, то, что мы будем делать, это световое оформление двух автомобильных развязок, которые мы получили в собственность, нам переданы из краевой собственности. Это развязка на Донской и Виноградной и автомобильная развязка на стадионе развилка возле 20-й горно-стрелковой дивизии. Завершить оформление пешеходного моста планируют до 1 июня. Об административной и уголовной ответственности за нарушение трудового законодательства сегодня в очередной раз напомнили сочинским предпринимателям. На заседание межведомственной комиссии по выявлению фактов неформальной занятости сегодня пригласили 179 хозяйствующих субъектов, у которых явные проблемы с налоговой. Жесткий контроль за соблюдением трудового законодательства в Сочи начался еще в прошлом году. Результат работы мониторинговых групп – это миллионы рублей в бюджет города. С января 2017 года специалистами проверено порядка 600 организаций и предпринимателей. Теневые выявляются регулярно. Специально для них заместитель прокурора города Сочи сегодня рассказал об ответственности, которую они понесут за несоблюдение трудового законодательства. Помимо штрафов и отстранения от деятельности, в ход могут пойти и статьи Уголовного кодекса, но это в худшем случае. Пока же основные нарушения сочинских бизнесменов – это бездоговорные отношения с работниками, нулевая отчетность в налоговой инспекции. По данным же трудоинспекции из 350 тысяч трудоспособного населения 70 тысяч зарплату получают в конвертах. Если эти же люди получали бы заработную плату официально и даже самую минимальную в размере 10 тысяч 770 рублей, то бюджет города в виде налога получил бы 1 миллиард, отмечают контролеры. От зарплат в конверте страдают сами горожане и порой даже еще до пенсии. К примеру, нет налоговых поступлений, нет новых детских площадок, ведь бюджет курорта социально ориентированный. Ребенка в детский сад сегодня отдать, бюджету это стоит 125 тысяч рублей. В школу ваш ребенок входит 150 тысяч рублей. Тогда объективный вопрос у прокуратуры, у администрации города, а почему педагоги, врачи, другие законопослушные люди должны платить налоги и это поступает в общую налогооблагаемую базу, а 70 тысяч человек в нашем городе вообще не платят. Нарушители, которые сегодня попали на комиссию, получили уведомления на проведение проверки своих предприятий гострудинспекции, а штрафные санкции за нарушение трудового законодательства достигают 100 тысяч рублей. Туристы, отдыхающие на российских курортах, получат налоговый вычет. Законопроект об этом собираются внести на рассмотрение в Совет Федерации. Если инициативу одобрят, работодателям предоставят возможность снижения налога на прибыль, если они покупают своим сотрудникам путевки в отечественные санатории и курорты. Подобная мера, по мнению губернатора Краснодарского края, увеличит популярность внутреннего туризма и сделает его более доступным. Налоговый вычет на отдых на российских курортах – это беспрецедентная мера по развитию внутреннего туризма. Так мы можем поддержать развитие туризма и внутри страны, и внутри региона. Для этого у нас есть все условия. Кроме того, повысится и легализация отдыха. Венемин Кондратьев считает, по сути, подобный налоговый вычет – это скидка на турпутевку для жителей России. О подготовке к высокому сезону говорил сегодня Анатолий Пахомов на встрече с журналистами. На встречу с главой Сочи пригласили главных редакторов и директоров ведущих городских и региональных средств массовой информации. Представители телекомпаний, газет, журналов и ведущих интернет-изданий обсуждали с мэром подготовку города к летнему сезону. В своих репортажах и статьях Анатолий Пахомов призвал рекламировать курорт, чтобы в город приезжало как можно больше отдыхающих, ведь турист – это главный инвестор Сочи. Еще больше необходимо рассказывать с телекранов и полос газет о тех, кто мешает развитию города. Например, тех, кто вредит экологии курорта, сбрасывая стоки в море. Или тех, кто занимается незаконным строительством, тем самым обманывая людей и уродуя облик Сочи. Ну и продолжаем. Сочи присоединился к краевой ярмарке вакансий «Планета ресурсов». Она прошла сегодня в Центре занятости населения города. Свои вакансии представили более 20 компаний курорта. Предприятия, санаторно-курортные отрасли, здравоохранение, строительные компании, многофункциональный центр. Вакансии предлагают как для опытных, так и для молодых специалистов. Более 500 предложений. Ну а всего же в базе Центра занятости более 5,5 тысяч вакансий. Кроме того, здесь помогут получить новую для себя профессию. Центр занятости населения проводит набор на профессиональное обучение безработных граждан по профессиям. Официант, электрогазосварщик, младший воспитатель, повар. Обучение бесплатное. Во время обучения выплачивается стипендия и выдается сертификат специально установленного образца. Сегодня же в рамках краевой акции «Планета ресурсов» прошел тренинг для выпускников. Будущим молодым специалистам рассказали, как правильно составить резюме и как вести себя на собеседовании при устройстве на работу. Добавлю, что такая же ярмарка вакансий сегодня прошла и в Лазаревском районе. Ну а завтра соискатели смогут встретиться с работодателями и в Адлере. Ярмарка вакансий пройдет с 13 до 15 часов в районном доме культуры. Известны 10 претендентов на звание «Талисмана» фестиваля молодежи и студентов. Он пройдет осенью в Сочи. Сегодня стартовал этап открытого голосования конкурса на разработку «Талисмана». В адрес дирекции поступили сотни заявок с идеями и предложениями для нового фестивального символа. Конкурсные работы приходили из разных уголков земного шара. 10 лучших размещены на официальной странице фестиваля ВКонтакте. В течение одной недели пользователи выберут вариант, который и станет «Талисманом» фестиваля. Народное голосование продлится по 27 апреля, а уже 28-го будет объявлено имя победителя. Он станет участником фестиваля и в отправится в Сочи. В Сочи началась активная подготовка ко Дню Победы. На улицах города уже появилось тематическое праздничное оформление. Но бесспорно главное внимание к участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Сегодня ученики Адлерской 25-й школы и наш корреспондент Елена Овсецына побывали в гостях у Мухаммеда Ахмедовича Ахмедова. Здесь гостям всегда рады. Более того, школа находится через дорогу, так что девчонки часто прибегают к участнику Великой Отечественной войны. С вопросом, чем помочь. Но 92-летний Ахмедов отшучивается. Нужна только моральная поддержка. Тогда все садятся в кружок и расспрашивают, а как все было. А был первый бой под Курском, о котором забыть невозможно. И так вот два года ожесточенных боев и сражений с фашистскими захватчиками. На его счету множество подбитых танков. Награды тому подтверждение. Орден Красной Звезды и Орден Великой Отечественной войны первой степени. Целую ночь артиллера у нас работала. Там под патюшкой. Потом утром танки пошли сверху, самолеты. Мы за танками и прорвали. Там речку пролюли. С той стороны немцев тоже много потеряли. Там вот так. Родился Ахмедов в 1924 году в узбекском городе Бухара. Затем жил и учился в Таджикистане. Работал учителем начальных классов, редактором газеты «Ленинским путем», после чего и был призван на фронт. Но сначала Орловское военно-пехотное училище, где готовили командиров отделений. В Западной Украине был ранен и в госпитале уже узнал о победе. Пять лет мы уже дружим с ним. Все городские мероприятия, которые проводятся, мы всегда вместе с ним. Мы два года уже вместе с ним проходим бессмертный полк. Вместе с нами он начинает, потом ему тяжело идти. Мы его отвозим туда на площадь, сами идем и встречаемся с ним уже на площади у памятника нашего погибшего воина. Иногда Ахмедов сам приходит к ученикам. Вот перед 9 мая планируется посадка дерева в школьном дворе с именем ветерана. А школьники его искренне любят за то, что понимает их с полуслова и за чувство юмора. Он может рассказать то, что никто не может рассказать. Он жил тогда, когда я не жила, когда меня еще в помине не было. И слушать вот то, какая тогда была жизнь, какие тогда были юные люди, какие тогда были более взрослые люди. И вся эта атмосфера через эти слова передается. Все это можно увидеть как будто своими глазами. И это неописуемо. Мухаммед Ахмедович говорит, дети, внуки и книги не дают скучать. Литература у него много. Он с интересом рассказывает о каждой из книг. Темы самые разнообразные. Читает и современных писателей, и военных. Любит исторические романы. Не скучаешь с книгами. Поэтому я им всегда говорю, читайте, читайте, читайте. Школьники его всегда слушают. Причем с большим вниманием. И даже здесь, на улице, когда уже пора бы сказать друг друга до свидания, они планируют совместное проведение Дня Победы. В этом году бессмертный полк украсит белые бумажные магнулии. Сейчас все школьники города изготавливают 18 707 штук. Ровно столько сочинцев ушло на фронт. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну и завершение выпуска информации от наших партнеров. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok